В прямом эфире телеканала Север программа Алло Студия. Меня зовут Мария Владимирова. Наш телефон 2 11 45. Звоните и жалуйтесь. Какие жалобы за эту неделю мы узнаем в течение ближайших 50 минут. Звоните к нам сюда 2 11 45, а наши редакторы прямо в прямом эфире будут разбираться с ответственными лицами. Эти ответственные лица будут держать перед вами ответ, если, конечно, от ответа они не уйдут. Как показывает практика прошлого эфира, не очень-то охотно они отвечают на вопросы граждан. Тем не менее, как я полагаю, основной темой сегодняшнего эфира станет снова заснеженный город Наринмар. Несмотря на то, что всю минувшую неделю коммунальщики, а точнее компания «Чистый город» занималась очисткой территории от снега, сугробы, занесенные тротуары, они по-прежнему остаются, чем, в общем-то, доставляют нам огромные неудобства. Вторая тема, которую мы уже сегодня успели обсудить с коллегами, это квитанции за коммуналку за январь месяц. Метель, мороз, видимо, котельные работали на износ, потому что лично в моей квитанции отопление аж на целых 7 тысяч рублей, за что, конечно же, я пока не понимаю, будем разбираться. Третья тема, которую я вам предлагаю пообсуждать, это взносы на капитальный ремонт домов. Тоже очень много звонков, люди сталкиваются, люди не понимают, а мы будем разбираться. Есть у нас уже телефонный звонок. Здравствуйте, Николай. Так, к сожалению, Николай у нас сорвался, но ничего, дозванивайтесь, 2-11-45. Напоминаю, что три основные темы, вокруг которых я предлагаю вам сегодня покрутиться, это уборка снега, это коммунальные платежи и это плата в фонд капитального ремонта домов, которые с января 2015 года мы стали с вами все получать. Рассказывать, кто сколько получил и согласны ли вы с теми суммами, которые вам начислены. Ну а если у вас есть какие-то другие проблемы, то, конечно же, звоните. Мы будем искать ответ на них, чтобы вам жилось комфортно в нашем с вами любимом округе. Кстати, я предлагаю звонить не только жителям Нарьинмара, но и окружных сел. Почему бы и нет? Мы ведь тоже можем решить вашу проблему, которая, например, в рамках компетенции каких-то городских чиновников находится. А быть может, вам нужно на вашем местном уровне какую-то проблему протолкнуть. Мы тоже поможем. Есть у нас Константин. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте вашу жалобу. У меня вопрос. Вот ходил, сегодня гулял с коляской по улице Ваучейская. И вот очень интересный факт такой. Одна сторона улицы Ваучейского почищена, пешеходная дорожка. А вторая сторона, где улица КДЦ, здание КДЦ, не почищено. Там просто козья тропа, невозможно пройти. Почему вот так вот сделано? Так, хорошо. Я понимаю, вопрос будет адресован чистому городу, нашему любимому чистому городу. Мы туда будем дозваниваться. Спасибо вам большое, Константин. Звоните еще, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, и слушайте ответ. Я надеюсь, что в ближайшее время он прозвучит. Кстати говоря, вот та самая тропинка, про которую только что сказал Константин, я сама лично вчера тоже гуляла с коляской. Я несла эту коляску на себе и очень жутко ругалась. Прям вот хотелось мне позвонить и спросить, доколе будет это продолжаться. И тем не менее, готовясь к сегодняшнему эфиру, я нашла следующую информацию. И она, в общем-то, находится в доступе свободном на сайте городской мэрии. Касается она статистики по уборке городских улиц за минувшую неделю. Пока я ее не начала читать, напоминаю, 2-11-45 наш номер, и мы дозваниваемся в чистый город, чтобы они нам пояснили ситуацию. Итак, дороги, пешеходные тротуары, дворовые территории, несмотря на имеющиеся трудности, продолжает убирать снегоуборочная техника. Только за прошедшую неделю из города вывезено более 3000 кубометров снега. Причем средняя месячная норма осадков в предыдущие годы в этот период составляла 30 сантиметров. За прошедший месяц этого года она превысила 80 сантиметров. Вот такова статистика. И вот как, кстати, говорит руководитель компании «Чистый город» Василий Кабанов, механизаторам приходится работать как шахтерам, пробивая туннели снежных заносов. Ну а мы с вами, уважаемые граждане, видимо, кроты. Мы под этим туннелем продолжаем пробираться. Куда шахтеры не прошли, жители Наринмара проберутся. Причем с легкостью, наверное, потому что уже привыкли. Более того, техника чистого города не выдерживает, как сказано на официальном сайте городской мэрии. В морозе лопаются шланги-гидравлиги. Поэтому не вся пришедшая новая техника, новая техника, стоит отметить, находится в строем. Так, мы дозвонили в «Чистый город». Здравствуйте, это вас программа «Алло Студия», телеканал «Север», прямой эфир. Снова Мария Владимирова. Неделю назад мы общались, вопросы к вам остаются. Кто бы нам мог ответить по... Это бухгалтерия. Перезвоните 4-0-53. 4-2-0-53. Спасибо большое. Сейчас наши редакторы дозвонятся по другому телефону. 4-2-0-53. Мы будем слушать ответы «Чистого города». Итак, техника не выдерживает. Та самая новая техника, которая пришла к нам сюда, в «Чистый город». Кроме того, техники недостаточно. Несколько новых машин с дополнительным оборудованием, продвигаясь к Наринмару, застряли. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, как вас зовут? Вы вообще-то ко мне позвонили? Так, отлично. Здравствуйте, да, а ты мне позвонили. Это программа «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова. Это прямой эфир. Жалуются жители города то, что не убираются тротуары, особенно на улице Ваучейского в районе культурно-делового центра. Что вы можете сказать по этому поводу? Вообще-то я не диспетчер. А кто? Могу вам только сказать, что это у нас отдел кадров и дело производства. Поэтому эту информацию я не могу дать. Вам сейчас узнаю другую. Так, вот скажите тогда нам другой номер. Нам только что из бухгалтерии сказали вот этот номер, по которому мы позвонили. Получается, что мы опять не туда попали. Я так понимаю, ушли звать ответственных лиц к телефону. Сейчас мы будем с ними общаться, чтобы выяснить. Звоним мы в чистый город. Главное, чтобы... Алло, добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Андрей. Андрей, меня зовут Мария Владимирова. Программа «Алло Студия». Мы, наверное, на прошлой неделе с вами тоже общались. Это прямой эфир. Звонят люди улицы Ваучейского, район культурно-делового центра Арктика. Козьи тропы. Я сама вчера там ходила с коляской, кстати. Когда будут почищены на улице Ваучейского тротуары? Ну, спасибо за звонок. Мы сейчас уточним в ДРСУ. на Ринмар-Дорим-Строй. То есть, получается, они занимаются? Да-да-да. Так, давайте тогда сейчас мы с вами вот что сделаем. Следующим образом. Чтобы и мы вас, в общем-то, так сказать, не доставали. Скажите, что в вашей компетенции чистого города? Какие дворовые территории, тротуары и все-все-все? Так, в основном все. И дороги также у нас второстепенные. Проще сказать, что к нам сейчас пока не относятся. Это у нас улица Первомайская, улица Ваучейского, улица Ленина, улица Хатанзейского и улица Октябрьская. Это у нас обслуживает ДРСУ. Все, спасибо большое. А как часто ваша техника выезжает на уборку города? Вот в нынешних условиях заснеженности такой повышенной? В заснеженных условиях у нас работает интенсивно. Плотно вообще, по плотному графику. Вот, к сожалению, были морозы, техника как бы немножко стояла, отдыхала. Я только что читала статистику на сайте мэрии. Написано, что новая техника, пришедшая, начинает выходить из строя. В чем причина? Вы можете сказать? Дело в том, что в морозы гидравлика выходит из строя. Бывают лопаются шланги. И техника вот стоит из-за этого. Дело в том, что техника предназначена для работы не ниже 25-26 градусов. А почему тогда покупали такую? Техника такая вся есть. А, вся техника такая, да? Да-да-да, так и работает гидравлика. Спасибо вам большое за комментарии. Я думаю, что теперь всем понятно будет. Ну, а нашим редакторам я тогда дам задание, дозвоню. Мария, еще сразу для информации. Вот на сегодняшний день, вот взять, как у нас техника вот вышла, да? Возьмем вот с 30 января по вчерашний день. У нас вывезено 4 112 кубов снега. Это наша техника. Молодцы, молодцы. Нет, на самом деле видно, люди в оранжевых жилетах, это тоже ваши люди. Да-да-да, совершенно верно. Работают лопатами, молодцы. Наши девочки, даже корреспонденты, уже стали их жалеть, говорят. Уже, ну вот, днем и ночью люди работают. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Спасибо, Мария. Тогда я попрошу наших редакторов связаться с Нарьинмар Дорьем Строем и узнать, когда же они будут чистить улицы центральные, не только проезжую часть, но и тротуары. Кстати сказать, приступила, вот, по-моему, да, совершенно недавно у нас Дорьем Строй, вот к тем самым улицам, к очистке тех самых территорий, о которых нам только что рассказали представители компании «Чистый город». Конечно же, проезжая часть стала гораздо лучше. Она стала очень широкая. Я думаю, что все автомобилисты это оценили. Более того, сделаны подъезды к остановкам. То есть, все замечательно, но тротуары, да, это большой минус, который, конечно же, стоит устранять. 2.11.45, телефон прямого эфира. Это программа «Алло Студия». Звоните и жалуйтесь на те самые проблемы, которые у вас существуют. Если у вас нет возможности или желания звонить к нам сюда в прямой эфир, пишите нам в рубрике «Алло Студия» на сайте телеканала «Север». Трксевер.ру, там есть такое красивое окошечко с надписью «Алло Студия». Заполняйте форму и пишите. Передо мной лежит планшет, в котором я буду видеть те вопросы, которые к нам сюда приходят. И старайтесь заранее их писать, потому что, например, в прошлую программу уже в самом завершении пришло от молодой мамочки обращение, в котором сказано, молодая мама, очень часто хожу на прогулку с малышом, и все это дело затрудняет то, что не убирается снег с тротуаров. Хотелось бы узнать, когда все наладится. Особенно хотелось бы, когда будет очищаться от снега дорога к детской поликлинике и лаборатории. Пройти с коляской просто невозможно. Приходится коляску тащить на руках. Спасибо. Я абсолютно согласна. Действительно, что тот самый район, который относится к детской поликлинике, улица авиаторов, по которой приходится ходить, она непроходима как весной, осенью, так и вот, например, даже зимой сейчас. В Наринмар-Дурим-Строй мы дозваниваемся, там заняты. Быть может, услышали с налет трубкой, быть может, действительно активно работает, но все равно мы будем дозваниваться, и тем временем, я напоминаю, телефон прямого эфира 2-11-45, одна из тем обсуждения. Мы подводим итоги за неделю, что сделано в городе после того, как чистый город начал активную работу по уборке дворовых территорий от снега. Дурим-Строй на связи, ждем. Я вас слушаю. Здравствуйте, это вас беспокоит прямой эфир телеканала «Север», программа «Алло-студия», меня зовут Мария Владимирова. К нам позвонили жители Наринмары и спрашивают, почему на улице Ваучейского не почищены тротуары. И вы хотите узнать от меня? Да, ну, кто вы или кто-то нам может быть. Я старист по кадрам, это надо звонить вам, разговаривать непосредственно с руководителем предприятия или же прорабам, которые отвечают за... А вот вы, как кадр, наверняка знаете, к кому нам обратиться. И подскажите, пожалуйста, номер телефона. Какой участок дороги вас интересует? Улица Ваучейского. Центральная улица? Да. Его зовут Николай Дмитриевич, номер телефона 911-561-63-37. 63-37, Николай Дмитриевич, да? Да, все верно. Спасибо большое, спасибо, извините за беспокойство. Так, я думаю, что если наши редакторы не успели записать номер, я сейчас скажу, 911-561-63-37, Николай Дмитриевич. На Редмарту Дорьемстрою будем пытаться выяснить, почему же не почищены дороги на улице Ваучейского. Между тем, напоминаю, номер телефона прямого эфира 2-11-45, дозванивайтесь и жалуйтесь, высказывайте все, что вас беспокоит. А мы уже будем дозваниваться до ответственных лиц, чтобы те держали ответ перед вами, уважаемые телезрители. Вот я уже сказала, что одна из тем, это уборка территории. Сейчас мы попытаемся дозвониться. Или пока мы примем звонок, а потом мы дозваниваться будем в Дорьемстрою. Здравствуйте. Алло. У нас... Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Что у нас это самая, ну, выездная торговля, так как это самое, ну, закрыли магазин. Где-где это? В деревне Мгла. Мгла, так. В деревне Мгла. Угу. Выезжает, ну, торговля из чела Неси. Так. И нас уже с августа месяца продуктами не отоваривали. А как вы живете? А как вы живете, если уже с августа, то вам продукты не привозили. Где вы их берете? Кто, где, как, ну, это самое может. Так, понятно. А из Неси, кто к вам туда приезжали? Какие-то частные предприниматели, либо потребка операции? Рыбко, села Неси. Так. А вообще, кто должен заниматься поставкой? Кто раньше вам туда завозил продукты? У нас завозил, это самое, ну, этот рыбкоп. Так. А сейчас вот с августа месяца они нам, ну, ничего не возят. Даже муки. Хорошо. То есть нам нужно сейчас будет позвонить в Неси, да, чтобы выяснить? Нет. В город? Рыбкоп Союз. Это у вас. Ага. На Ринмаре. Все, хорошо. А сейчас тогда мы будем туда дозваниваться, в Окрпотребсоюз, и выяснять, почему в деревню Мгла уже с августа месяца не завозятся продукты, не ведется выездная торговля. Все правильно? Да. Все, ждите тогда от нас ответ. И мы сейчас звоним в Доргемстрой Николаю Дмитриевичу, чтобы выяснить по очистке территории на улице Выучейского. Телефон у нас набирается, мы ждем выхода его в эфир. Звоните 2-11-45, это программа «Алло-студия», и задавайте интересующие вас вопросы, мы будем искать от них на ответы. Вот видите, как долго приходится нам. Ждем. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Да. Это программа «Алло-студия», прямой эфир, телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Телезрители жалуются, почему улица Выучейского не почищена, речь идет о тротуарах. Расскажите, пожалуйста. А вы у Чистого города не спрашивали, почему они 3 месяца не чистили? Ну, мы сначала им позвонили, да, вот мы им сначала позвонили, они нас отправили к вам. А вы спросили у них, когда они мне сдали эту территорию, или сдавали они мне эту территорию вообще? А вот расскажите, как это все было, пускай люди знают правду. А это вы приезжайте как-нибудь. Вот знаете, мы сейчас в прямом эфире, да, у нас телезрители задавали много вопросов по центральным улицам города. Вот расскажите им, какое наследство вам досталось. Все вопросы к Чистому городу. Я дней через 10 смогу только его содержать. Понятно. То есть, а сейчас чем вы занимаетесь? Так, к сожалению, вот тоже не захотели перед нами отвечать. Хотя могли бы, да, рассказать о том, какое наследство досталось от Чистого города на Ринмар-Доримстрою, который с 1 января у нас обслуживает территорию. Что ж, печально? Ладно. 2.11.45, телефон прямого эфира. И я попрошу наших редакторов сейчас дозваниваться до Окрпотребсоюза, чтобы выяснить, когда в деревне Мгла будут завозиться продукты. Так как люди уже с августа месяца буквально вот на подножном корме, кто где берет продукты. Так получается. 2.11.45, телефон, звоните. Тема вторая, которую я вам предлагаю пообсуждать, это платежи в фонд капитального ремонта домов. Процедура это обязательная. Никуда от нее, в общем-то, наверное, не уйти. Ну вот люди капитальных строений возмущаются. Есть звоночек у нас. Здравствуйте. Алло. Я вас слушаю? Алло. Так, это программа Алло Студия. Дозванивайтесь 2.11.45. Самое главное, дожидайтесь, вас обязательно выпустят в эфир. Надежда, здравствуйте. 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 Какой у вас вопрос? У меня, я жительница поселка Искателя, немножко меня заботит вот какая ситуация. Так. Дело в том, что вот на подъезде к садику, к детскому саду, да, в поликлинике, к каким-то таким крупным магазинам постоянно стоит очень много машин. То есть, особенно в часы пик кто-то подъезжает, кто-то выезжает. Вот особенно меня волнует конкретно садик и поликлиника. И вроде бы как бы все по правилам, но лично для меня это доставляет неудобства. То есть, мы мечемся вот на этой площадке среди машин, я с дочкой. И то есть, как бы мы обращались вот непосредственно, ну, в садик, да, вот к заведующей. Нам говорят, ну мы, конечно, ведем разъяснительную работу с родителями, да, вот с родителями, водителями, да. И вроде бы как бы все соглашаются, но по факту, допустим, иногда бывает такое, что вот если ты идешь к воротикам детского сада, то в один ряд один человек пройдет. А садик какой? Как называется садик? Номер 13. Гнездышко. То есть, а вы сами не автомобилист, вы пешеход? Да, мы пешеход, мы просто живем в соседнем зале, и в принципе, нет, я понимаю тех родителей, которые переживают за своих детей, да, они возят их на машине, на клубни. Но как бы я не хочу, чтобы как-то ущемлялся мой ребенок. Я вас прекрасно понимаю, вообще проблема парковок, она существует. Мы попробуем связаться тогда с вашей поселковой администрацией. Они как собственники, да, вот, наверное, всех учреждений нам расскажут, как они могут организовать этот процесс. Ну и созвонимся с ГАИ, чтобы они тоже посмотрели на эту ситуацию, быть может там, не знаю, выделят какой-то карман. Вы тогда, Надежда, дожидаетесь ответа в течение программы, он обязательно у нас появится. Спасибо вам за звонок, 2.11.45. Так, тогда, значит, мы дозваниваемся в Окрпотребсоюз, мы дозваниваемся в госавтоинспекцию, ждем мы телефончик по Окрпотребсоюзу, звоночек по Окрпотребсоюзу, и будем выяснять. Наталья Александровна у нас должна быть, по идее. Сейчас. Так, вот у нас идут гудки. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна. Да. Вас беспокоит прямой эфир программы Алло Студия, телеканал Север, меня зовут Мария Владимирова. К нам позвонили жители деревни Мгла, говорят, что они без продуктов там находятся, и что им с августа месяца не завозились продукты, велели к вам обратиться. Вот мы обращаемся. Что вы можете ответить по этому вопросу? Хорошо, давайте я вам сейчас перезвоню, ладно? Куда вы нам перезвоните? В 2.11.45 телефончик. А у вас телефон-то 11.45. Да, 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 хорошо, звоните, будем ждать. Спасибо, Наталья Александровна. Вот нормально, да, человек подготовится сейчас и ответит на данный вопрос. Давайте тогда звонить в госавтоинспекцию, дабы понять, почему никаким образом не регулируется стоянка автомобилей в районе детского сада номер 13, что в поселке Искатели располагается. Родителям неудобно ходить, тем родителям, которые передвигаются пешком со своими детьми, подходить и, в общем-то, наверное, буквальным образом проползать мимо тех самых машин, которые расположены прямо около входа в детский сад. Кстати говоря, парковка, наверное, мы этой теме посвятим с вами одну из программ целиком и полностью. Я сюда даже позову в гости представителя госавтоинспекции. Кстати говоря, вот эта красная тумба, за которой я сейчас стою, она предназначена именно для гостей. То есть, если вам есть что сказать, есть что ответить, не бойтесь. Прямо сейчас приходите, надо, наша машина приедет, заберет вас, привезет сюда. И вы ответите перед телезрителями на те вопросы, которые у них имеются. Пока что львиная доля вопросов у нас, конечно же, по очистке города. И вот несколько компаний, которые занимаются у нас очисткой дворовых территорий, друг на друга перебрасывают ответственность. Алло. Так, мы дозваниваемся в администрацию поселка Искатели по садику, попытаемся все-таки найти ответ. Более того, я вот вам предлагаю пообсуждать сегодняшнюю тему. Еще одна из тем, это взносы на капитальный ремонт жилья, который, я думаю, все получили. Вот у меня вышло 450 рублей. Я должна заплатить, хотя живу в новом доме. Выскажу свою позицию. Хочу изучить этот вопрос, потому что не понимаю, сколько лет должен простоять монолит для того, чтобы он подвергся капитальному ремонту. И будет ли к тому времени у нас существовать этот самый фонд капитального ремонта жилья. Делитесь вашим мнением. 2-11-45, телефон прямого эфира. Я призываю не только жителей города звонить, но и жителей окружных сел. Потому что у вас, я уверена, проблем не меньше, чем у жителей городских. Быть может, даже больше. Потому что жить в условиях села, это, вы знаете ли, не так-то и просто. И порой дозвониться до кого-то и получить интересующий ответ тоже не очень-то просто. А мы в рамках прямого эфира будем это делать, будем дозваниваться. Потому что нам очень важно, чтобы вы были счастливы и довольны. 2-11-45, телефон прямого эфира. В данный момент мы решаем вопрос по парковке в районе детского сада «Гнездышко». Что в поселке Искатели пожаловалась надежда. Я так понимаю, что в поселке Искатели, скорее всего, ситуация со снежным покровом, со снежными заносами нормализовалась. Потому что сегодня нам никто не звонит, никто не жалуется по этому поводу. Наверное, людям повезло. Слава богу, хорошо, хоть где-то техника проехалась, хоть где-то техника убрала снег. Как, в общем-то, и обещали нам в прошлую программу, то, что дворовые территории поселка Искатели в течение недели будут очищены. Что будет усиление техникой. Так, наверное, и произошло. Кстати говоря, если у вас там убрали снег, вы можете дозвониться к нам и рассказать, что вот у нас стало хорошо, а у нас пока в городе еще плохо. Я, например, в пятницу очень сильно упала. Алло. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Так, Надежда. У меня приватизированная квартира. Так. Мне пришел ответ о том, что ремонт не будет производиться черновых полов и сайт, так как у меня приватизированная квартира. У меня вопросы. А на ремонт какого дома я тогда должна платить вот эти деньги, которые там же вот 400 с чем-то рублей пришли мне вот в новой платежке? Ага. Так, мы тогда будем дозваниваться в фонд капитального строительства, капитального ремонта домов, да, есть у нас специальная такая организация здесь. И попытаемся ответить, да, если даже не предусмотрен капитальный ремонт черновых полов, да, за что платить. А дом у вас какого года постройки? 89, по-моему, 89. 1989 года. Это деревяшка, да, получается? Да, да, это деревянный дом, где прогнили полы, полы упали, и мы вынуждены снимать квартиру. И вот я хочу задать такой вопрос. Кому тогда я на ремонт какого дома должна сдавать вот эти деньги? Так как мне пришел ответ от мэра города о том, что я должна ремонтировать сама. Да, потому что квартира приватизирована, да? Приватизирована. Ага. Хорошо, мы дозвонимся, и вы услышите ответ в течение программы. Так что оставайтесь с нами. 2.11.45, телефон прямого эфира. Мы, я так понимаю, дозваниваемся сейчас до администрации поселкового совета. А, теперь мы звоним пока в ГАЕ, чтобы понять, когда же там будет решен вопрос с парковками. Да, вот я все-таки сейчас приняла решение автомобиль на теме. Мы посвятим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит программа Алло-студия, телеканал Север, это прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. Мы вот к вам по какому поводу пожаловали в гости прямо в рамках прямого эфира. Жители поселка Искателей сетуют на то, что в районе детского сада Гнездышко, представляете, где он находится, да? Да. Все время заставлено все машинами, и, в общем-то, простым пешим никак не попасть в садик. Вот скажите, пожалуйста, как у нас регулируется вопрос парковки у общественных мест, садиков, больниц, еще где-то? Вот действительно очень трудно порой попасть. Я вам, если честно, этот вопрос ответить-то не смогу, потому что вы немножко не туда позвонили. Так, а куда нам надо позвонить? Я вам могу дать номер телефона, куда вам надо позвонить, чтобы вам рассказали все и показали. Давайте, скажите, пожалуйста, номер. Это взвод ДПС 47616. 4-76-16, все правильно. Да. Спасибо вам большое, что не отказали и, в общем-то, подсказали нам, куда обратиться. Прямо сейчас, да, я нашим редакторам предлагаю дозвониться по этому номеру 47616, потому что сегодня у нас очень много с вами работы, дорогие друзья. Очень много обращений, надо на все ответить, отреагировать. Алло. Алло. Да и практика, щепотки. Здравствуйте. Вас беспокоит из прямого эфира программа Алло-студия, телеканал Север. Меня зовут Мария Владимирова. Вот по какому вопросу к вам обращаемся. Жители поселка Искатели сетуют на то, что в районе детского сада Гнездышко всегда очень много припарковано машин. И, в общем-то, пешеходам там очень трудно передвигаться. Расскажите, госоинспекция каким-то образом регулирует парковку возле общественных мест? Потому что, согласитесь, это проблема не только детского сада Гнездышко, но и всего нашего города. Секунду. Видимо, мне придется сейчас еще раз повторить этот вопрос, но ничего страшного. Зато мы получим ответ. Ждем мы ответа от госоинспекции. Что же они нам расскажут? Парковка, парковка. Порой не знаешь, куда машину припарковать даже возле своего дома. Вот столько у нас много автомобилей на душу населения, а вот, к сожалению, парковочные места не предусмотрены. Какая же проблема у нас и с общественными местами. Так, наверное, где-то далеко находится человек. Алло. 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 Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Это программа «Алло. Студия», телеканал «Север», прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. Жители поселка-искатели говорят о том, что в районе детского сада Гнездышко невозможно пройти пешком, всегда очень много припаркованных машин. Так вот вопрос. У нас как-то госавтоинспекция регулирует парковку машин, например, в общественных местах? Это большая проблема для города. «Алло». 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 «Так». «Я вот не пойму, я разговариваю с человеком?» «Госавтоинспекция». 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 прямо сейчас, чтобы выйти на нужного человека и получить ответ. И в поселок Искателе мы еще в администрацию будем звонить. Все-таки, мне кажется, это должна власть муниципальная еще рассмотреть этот вопрос, выделить место для парковки. Так что вот 2.11.45 наш телефон, дозванивайтесь и жалуйтесь. Так, скоро у нас будет ответ на вопрос или будет у нас новый вопрос в эфире, как знать. Видите, очень много у нас сегодня желающих получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Еще нам обещали перезвонить по доставке продуктов в поселок, в деревню Мгла. Кроме того, фонд капитального ремонта у нас висит на повестке дня. Алло. Алло. Здравствуйте, администрация поселка Искателе. Здравствуйте, это вас беспокоит из прямого эфира программа «Алло Студия», телеканал «Север», меня зовут Мария Владимирова. Я к вам вот с таким вопросом, быть может, даже больше порассуждать. Жители поселка говорят о том, что в районе детского сада «Гнездышко», представляете, где, да, находится у вас? Давайте я соединю с секретарем, она более ответственная. А, секретарь даст ответ, давайте. Алло, слушаю. Алло, здравствуйте, программа «Алло Студия», прямой эфир, телеканал «Север», Мария Владимирова. Скажите, пожалуйста, жители поселка вашего жалуются на то, что в районе детского сада «Гнездышко» всегда очень много припаркованных машин, и пешеходам практически нет возможности пробраться в детский сад. Есть ли у муниципалитета такая возможность предусмотреть какую-то площадку парковочную возле общественных мест, в том числе и поликлиники, и еще там, я не знаю, каких-то других? Ну, по-моему, в поликлинике есть парковка там. Так, хорошо, а возле детского сада? Секунду. Угу. Уже детского сада «Гнездышко»? Да. Много машин, несколько, проектили, я не вижу. Получим ответ. Вы знаете, я вам не подскажу по этому вопросу. Так, а кто подскажет? Ну, вот сейчас планерка у главы, поэтому сейчас не с кем даже соединить. Надо вам перенести планерку, на той неделе мы тоже звонили, планерка была, да, неудобное время. Да, ну, как бы... Хорошо, давайте сделаем так. Жители поселка просят, чтобы там появилась какая-то небольшая парковочка. Давайте вы как-то, может быть, рассмотрите этот вариант. Я передам на связку, конечно. Да, а мы потом на неделе с вами свяжемся и получим ответ. Спасибо большое, спасибо. Так что, Надежда, которая обращалась к нам с этим вопросом, не вешайте нос, мы все равно добьемся. Есть еще один звонок, здравствуйте. Так, звоночек, нас кто-то не дождался, но ничего страшного, дозванивайтесь еще. Напоминаю нашим редакторам о том, что нам нужно выяснить вопрос еще по ремонту домов. Давайте позвоним в фонд, который занимается сборами. Мы туда звоним, да, я так понимаю? И сейчас мы выясним. Будем выяснять. Ждем. Сдается мне, что, наверное, там еще обед. Так, давайте тогда мы сейчас позвоним в госавтоинспекцию, чтобы они нам пояснили. Все-таки пояснили. А фонд мы позвоним чуть позже, пока что они там не берут трубку. Очень, конечно, хочется выяснить, почему отказывают. А люди действительно платят деньги. Занято. В ГАИ занято. Наверное, они решили снять трубку, дабы мы их не донимали. Тем не менее, давайте будем пытаться туда дозваниваться. Ждем еще от Натальи Александровны комментарии по деревне Мгла. Вернее, по доставке продуктов в эту деревню. 2.11.45, телефон прямого эфира. Я должна отметить, что время идет очень быстро. У нас остается 20 минут до окончания эфира. У нас еще много неполученных ответов на ваши вопросы. А вы все-таки давайте звоните и рассказывайте, какие у вас есть жалобы на работу тех или иных ведомств, служб. Есть у нас звоночек. Здравствуйте. Алло. Алло. Людмила Сергеевна, здравствуйте. Так, Людмила Сергеевна у нас не получилась. Людмила Сергеевна, дозвонитесь, пожалуйста, еще раз к нам. И мы попытаемся все-таки вас вызвать сейчас в эфир, потому что очень большой наплыв звонков. И, быть может, какие-то трудности в связи с этим возникают. 2.11.45, телефон прямого эфира. А вот давайте я пока вам расскажу про... Звоним мы в фонд капитального ремонта. Я как раз-таки хотела рассказать немножечко про эти квитанции. Вот жители округа получили первые квитанции для оплаты взносов на капитальный ремонт. Всего в программе значится более 500 домов. Обновить их планируют в течение 30 лет. Вот, господа, то есть у нас есть с вами 30 лет на то, чтобы дождаться ремонта нашего с вами дома. И сколько же мы денег заплатим за 30 лет? Звоним мы в фонд. А это мы куда звоним? Ничего. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит программа «Алло Студия». Прямой эфир, телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Сегодня граждане к нам обращаются с вопросами. Вы уже сами понимаете, все получили платежки, в которых числят ценная сумма, да? Жительница Нарьинмара, Надежда, говорит о том, что у нее квартира приватизированная. Постройка дома 1989-го. Но у нее в доме прогнили полы. И ответ мэрии был однозначен, что капитальный ремонт будут проводить сами жильцы, потому что квартира приватизированная. Вот Надежда интересуется, тогда на какой капитальный ремонт она обязана платить денежки? 400 с лишним рублей. Ну, первое, что могу сказать по поводу ремонта. В данном случае, если раньше дом был муниципальный, то есть у муниципалитета сохраняется обязанность проведить капитальный ремонт, как бывший намедатель. То есть если у нее полы никогда не делались с муниципалитетом, а они должны были быть отремонтированы, возможно, с 1989-го, если не ремонтировались, у них же ремонтный период 15 лет или 20, то сейчас они, по идее, должны быть отремонтированы. Муниципалитет эта обязанность существует. Как только он исполняет свою обязанность по предыдущим обязательствам, все последующие ремонты должны оплачиваться за счет собственника. Есть решение Верховного суда, есть закон о приватизации, и уже есть арбитражная практика, поэтому тут вопрос уже как бы решен. На уровне и судебной практики, и законодательства. Ну а если, например, мэрия не делала ремонт? Значит, она обязана сделать. Значит, у нас подготовлены документы в мэрию, форма заявлений со ссылкой на вот эти законодательства, о том, чтобы просим привести ремонт в соответствии с исполнением бывших этих. Тем более, есть 182 постановление администрации округа, которое предоставляет субсидии муниципалитетам на решение вопросов местного значения по содержанию жилфонда муниципального. А это, так сказать, их бывшая обязанность, поэтому как бы там и на это деньги выделяются. Так, хорошо. Это первая часть, это первая часть. Все, что касается тех ремонтов по новым домам, то есть где у муниципалитета не было обязанностей. Ну то есть, если муниципалитет либо исполнил свои обязательства, либо их вообще не было, то все ремонты в соответствии с действующим законодательством должны проходить за счет средств собственников. Собственники для оплаты этих работ формируют фонды капитального ремонта. Они вправе выбрать. Либо они формируют этот фонд по своему дому, либо они, если не выбрали, то они автоматом попадают, так сказать, так называемый в общий котел. То есть на счет специально созданной специализированной организации регионального оператора. То есть это тот, что администрация сразу... Но это наша организация. Вот. И туда платят. При этом ремонты проводятся. Предельный срок ремонта определен программой на 30 лет субъекта. То есть он определил, что, допустим, ремонт, как в ее ситуации, цокольных перекрытий, то есть это ремонт полов, это ремонт цокольных, он, допустим, в каком-то году должен быть, ну условно там, если на 89-го года дом, ну, возможно, в 2000-м будет ремонт цокольных. Это предельный срок. Если там часть домов будут исключены, там, из-за нецелесообразности проведения в них ремонтов, соответственно, сроки сдвинутся. То есть более новые дома попадут на более ранний период. Вот. Поэтому может быть не 20-й, может быть еще раньше. И, скажем так, он именно цокольное перекрытие вызывает деньги, так сказать, со всех домов. То есть система пенсионного фонда. Когда платят все работающие, а пенсию получают пенсионеры. То же самое. Платят все, а ремонтируют те, которые стоят в первую очередь в программе капремонта. Ну, смотрите, на мой взгляд, справедливое возмущение не только жителей. Я тоже, например, вот так засомневалась. Я, например, живу в новом монолитном доме. И мне пришла платежка 400 с чем-то там рублей, значит, заплатить. А монолитные дома, сколько они должны простоять, чтобы подвергся дом капитальному ремонту? Ну, монолитные дома в данном случае у них... Ведь не стоит срок дома, когда первый ремонт, а именно конструктива. То есть у каждого конструктива есть свой международный период. Соответственно, там у сетей один период, у фундаментов другой, у крыши третий. У электрики, у воды другой. Ну, то есть у каждого, так сказать, конструктива есть свой международный период. То есть, возможно, через 10, ну, через 15 лет... Понадобится ремонт крыши. Ну, не крыши, допустим, электропроводки. Мы возьмем, допустим, электропроводку, которую необходимо будет менять. Чтобы ее поменять, необходимо провести собрание собственников, чтобы две трети вашего дома проголосовало за ремонт. Потом собрать деньги с вас со всех на этот ремонт, исходя из той сметы, которую вы же опять закажете у кого-то. Выберите подрядную организацию, закажете смету, она скажет, что это будет стоить условно... Ну, 5 рублей, например. Ну, не 5 рублей, она будет скажет 1 миллион на весь дом. Это будет стоить... Ну, я вам серьезно... Вы мне в реальных, да, цифрах. Я в реальных, да, миллион. Скажешь, что жилец каждой квартиры должен заплатить по 20 тысяч рублей, чтобы отремонтировать. Собрать все деньги сразу невозможно, потому что есть люди, которые там вообще никогда не платят за коммуналку, есть бабушки, которые... Непосильно будет, да, сразу. И, соответственно, привести ремонт... Ну, то есть, вы же не будете за соседей платить. Ну, не буду. Вот для этого создан фонд. То есть, вот как раз, когда подойдет межремонтный период, у вас будут деньги, то есть, в фонде в этом будут деньги, чтобы отремонтировать эту электру. При этом, даже при отсутствии кворума или там, если собственники не проголосовали, а ремонтировать необходимо, и на комиссии по определению необходимости, которая муниципалитетом создается, необходимо ремонтировать, то тогда мы просто ремонтируем вам проводку, сказать, без ваших денег. Ну, в плане того, что... Вы платили и так, 6,50, там, поскольку... То есть, вот таким образом механизм будет работать вот на вот новые дома. Понятно. Спасибо вам большое. Комментарий нам давал руководитель фонда, Павел Масюков. Спасибо огромное. Я думаю, что надежде понятно, и теперь нужно просто-напросто выяснить, проводил ли муниципалитет такой ремонт ваших черновых полов. Если нет, то они вам сейчас, в общем-то, и обязаны это сделать. 2.11.45, телефон прямого эфира. Это программа «Алло Студия». Звоните. У нас еще остался неполученным ответ от Окрпотребсоюза по доставке продуктов в населенный пункт под названием «Мгла». Бедные люди с августа месяца там сидят без продуктов. Вот, как рассказала жительница этого населенного пункта, перебиваются как могут. Наталья Александровна нам просила, велела, хотела перезвонить, но не перезванивает. Может быть, мы сами попробуем еще позвонить сейчас и ускорить этот процесс, потому что время программы очень-очень быстро подходит к завершению. Хотелось бы, чтобы все те, кто к нам сегодня дозвонились, все-таки остались с ответами на свои вопросы. И, в общем-то, если какие-то нюансы есть, без уточнений, да, то уже сами дозванивайтесь тогда. По крайней мере, мы, так сказать, пулю запустили, про вас там уже знают, и я думаю, что от ответа не уйдут. А если уйдут, то вы в следующий раз нам сюда звоните и жалуйтесь. Мы будем опять добиваться правды и истины всеми возможными и невозможными путями. Вот, кстати говоря, про фонд капитального ремонта сказано, что много вопросов вызвали квитанции. Жители интересуются, почему вместо фамилии и имен в графе значится счет. И вот как объяснили, что имя владельца квартиры это личная информация, и для ее обработки необходимо письменное разрешение собственника. Так что, если вы хотите быть уверенными, что квитанция адресована именно вам, то, пожалуйста, наверное, вы обращайтесь и пишите. Прямо в фонде можно взять эту форму, либо скачать образец на сайте, и после этого принести ведомство. Так что, вот, и потом сами мы с вами будем решать, когда наши дома должны будут подвергаться ремонту. то я, например, по своему дому все для себя выяснила, и, в общем-то, вопросов у меня, наверное, не осталось. 2.11.45, телефон прямого эфира, это программа AlloStudio. 10 минут у нас остается до завершения программы. У нас еще не получены два ответа. Один от сотрудников госавтоинспекции, которые, ну, расскажите нам, пожалуйста, уважаемые сотрудники госавтоинспекции, как у нас регулируется парковка, вопрос парковки вблизи общественных мест, детские сады, поликлиники, магазины, те же бани, я не знаю, все, что угодно. Некуда поставить машину. У нас всегда возле таких мест очень большое скопление автомобилей. И действительно, невозможно пройти. Даже вот я вот, мамочка, гуляющая с коляской все время, гуляющая, я вот знаю, что это огромная-огромная проблема припаркованные машины. Порой даже не знаешь, как пройти, куда завернуть, где промелькнуть, чтобы не зацепить, не дай бог, чью-то машину, либо, не дай бог, не перевернуть свою коляску. Так что, отвечайте, сотрудники госоинспекции. И вот тема парковок, это будет у нас следующая тема. Есть у нас звоночек. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Алло. Слышно меня? Да, слышно. Говорите, пожалуйста. Вот по поводу зимника. Очень многие хотят выехать, надо на... Так. Алло. Алло. Так, я вот поняла, что вопрос касается зимника. К сожалению, я не слышу. Есть у нас звонок еще? Так, звонка нет. Вопрос зимника. Действительно, тема актуальнейшая. Давайте попытаемся сейчас выяснить... Так, куда мы позвоним по поводу зимника? Давайте дорожникам звонить. Пускай они рассказывают. Или тем, кто отвечает нас в этом году за зимник. Есть у нас телефон, кстати говоря, одного прораба, который работает прямо на зимнике, и он может нам рассказать текущую обстановку на объекте. Давайте мы сейчас свяжемся с ним. Он уже на прошлой неделе выступал, рассказывал. Кстати говоря, прошла неделя, проблема осталась пока не до конца решена. И как я понимаю, решена она именно... Не решена она именно на территории Коми. С нашей стороны все замечательно. Сейчас мы узнаем. Боюсь, что мы сегодня с вами не успеем получить все ответы, потому что очень-очень много вопросов. Вот. Сейчас мы дозвонимся. Это мы звоним по дороге, правильно? По зимнику. Так, ждем мы с вами звонка и получим комментарии по зимнику. Люди ждут, не могут добраться в Нориенмар. Конечно же, всех интересует вопрос, когда? Вот. Стоят там, как и обычные жители, так стоят грузовые машины с продуктами, я вот точно знаю. Не могут добраться, люди уже болеют там, потому что холодно, обогреваться как-то надо, и, в общем-то, как-то надо попадать домой. А как вопрос остается нерешенным, потому что в Республике Комили зимник не почищен. А что у нас? Вот. Что у нас? Этот вопрос, конечно же, интересует больше всего, потому что есть, в общем-то, рапорт о том, что у нас все почищено и все сделано. Ну, как вот оно на самом деле? Сейчас попытаемся еще выйти на сайт и посмотреть, как обстоит, есть ли информация какая-то по зимнику у нас. Так, и, конечно, хотелось бы у нас услышать ответ по поводу продуктов. Что там? Мы дозванивались туда? Так, да, не хотят пока, говорят, отвечать на этот вопрос. Давайте еще раз, прямо в прямом эфире, мы позвоним. Звоним в ГАИ. В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Видимо, выясняют вопрос. По другой линии разговаривают, наверное, выясняют вопрос парковок. Да, давайте уберем этот звонок, потому что с роботом общаться нам никакой пользы нет. 2-11-45. Я вот понимаю, насколько тяжело жителям города куда-то дозвониться и найти ответ. Если мы в рамках прямого эфира, как вы видите, достаточно сложно получаем эти ответы на вопросы, но, тем не менее, каждый из ваших звонков станет одной из тем наших сюжетов, наших программ. Алло. Алло. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит из прямого эфира телеканал Север, программа Алло Студия. Меня зовут Мария Владимировна. Звонили мы уже вам по поводу парковки около детского сада Гнездышко. Вы слышали этот вопрос? Нет, я не слышала. Хорошо, еще раз повторяю. Позвонила жительница поселка Искатели и жалуется, что в районе детского сада Гнездышко в поселке невозможно пройти, потому что все обычно заставлено автомобилями, когда родители привозят детей в садик либо забирают. Госавтоинспекция, она каким-то образом регулирует вопросы парковки автомобилей в публичных местах где-то, в общественных? Ну, начнем с того, что полномочия по организации парковок у нас запрописана федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. И мероприятие по организации парковок в соответствии со статьей 21 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления является полномочиями администрации местного муниципалитетов. То есть они фактически разрабатывают схемы движения в том, где предусматривают парковки, стоянки для транспортных средств. Эти схемы утверждаются надлежащим образом, то есть они должны быть утверждены главами муниципальных образований и потом направляются в ГИБДД для информации, что вот схема организации движения, вот по такой схеме организации движения работает любая автомобильная дорога, ну то есть на какую составляется. В то же время эти стоянки они должны быть предусмотрены возле мест тяготения граждан, также детские сады, больницы, административные либо издания. То есть получается вы, это не ваша полномочия, вы можете только принять во внимание тот факт, который вам предоставит муниципалитет. Так точно, мы не обязываем, потому что мы только можем рассмотреть вопрос вот возле административных зданий, должны предусматриваться стоянки для инвалидов, то есть мы смотрим, где есть стоянка, и если это является административным зданием, то каждая стоянка должна быть обустроена местом для парковки инвалидов, то есть определенное количество машиномест должно выделяться для инвалидов, там если, допустим, посещаем мы граждане, мы можем рекомендательный характер перенести в плане того, что какое количество машиномест необходимо предусмотреть на какой-либо парковке. Ну что ж, спасибо вам большое, спасибо большое за комментарий, тогда завтра, на следующей неделе будем дозвониться в постсовет. У нас есть Наталья Александровна Кордакова, Укрпотребсоюз. Здравствуйте, еще раз, Наталья Александровна. Здравствуйте. Есть у нас ответ, когда же жители поселка Мгла увидят долгожданный обоз с продуктами? Ну, Мария, я хочу сказать, что мы вообще работаем во всех мелких населенных пунктах. Так. Во Мгле сегодня проживает около 8 человек, да? В последнее, да, как и сказали, мы, значит, в сентябре месяце завозили им, но при чем? Мы работаем по заявкам. Так. Заявочки у них составляют, вот посмотрите, заказывали в прошлый раз полтора килограмма лука, две палки колбасы, то есть вот такой объем, да? На сегодняшний день мы говорим о том, что у нас и так в отдаленных населенных пунктах мы работаем себе в убыток. Вот. Поэтому, значит, конечно, когда есть возможность, мы завозим, но если нет заявки от населения, а ее не было у нас, поэтому, конечно, и не было выполнения, вот можно было завозить на буранах, да? Мы берем бураны, а летом, значит, завозим на лодках, на небольших. То есть, если сегодня нет заявочки, да, ну, наверное, прежде всего, я, конечно, вот хочу сказать жителям населенного пункта, надо обратиться, может быть, в потребительское общество или позвонить сначала меня, а потом уже выходить на прямой эфир. У нас вот не совсем правильные, наверное, пути решения, не пути поэтапность, да, но вот когда, например, мы отказали, то тогда уж, может быть, надо выходить на прямой эфир. То есть, вы сейчас им скажете, чтобы куда им обратиться? Так, ага. Мария, они прекрасно знают, куда позвонить, да, у нас есть, значит, в потребительском обществе телефон. Значит, 3086. 43086. 2.386. А, 2.386, так. Да, поэтому, если есть, значит, у них необходимость, они могут позвонить. Раньше там магазин содержали, когда там много проживало людей. Затем мы сделали, значит, у нас небольшой такой магазинчик был. Сейчас как магазин, как склад имеется, но хочу сказать, что у нас, значит, были, вроде бы, немного людей живет, да, а вскрыли вот это, вскрыли это помещение в августе. Понимаете? А как так получается, да? Ну, так получается. Свои же? Мы должны, наверное, бережно ко всему относиться, что мы имеем, да? А когда мы теряем, мы начинаем тогда уже вот лозунги какие-то выкрикивать. Поэтому я хочу, чтобы... Ну, Наталья Александровна, хорошо, давайте тогда на позитивной ноте закончим. Как в целом-то у нас дела обстоят с обеспечением продуктами населенные пункты? Мария, я хочу сказать, сегодня продовольственная безопасность в населенных пунктах обеспечена. Замечательно. И в том числе и продовольствием, и хлебом. А хлеб – это у нас вообще первоочередная задача. Конечно. И самый вкусный хлебушек, кстати говоря. Сколько в командировке не ездишь, вкуснее никогда выпечки, чем вот ваших там не покушаешь. И поэтому еще раз хочу сказать, да, вот если есть, возникла какая-то проблема, можно позвонить в потребительское общество, можно позвонить мне, у меня телефон 422-87, на вот. А потом уже можно будет и на прямой эфир, если в чем-то мы отказали, и мы не правы. Спасибо большое вам, Наталья Александровна. Спасибо. Удачного дня, продолжения рабочего дня. Да, и ждем заявочки от Магулы. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, наша программа очень быстро подошла к своему завершению, но я надеюсь, что вы получили ответы на свои вопросы. В следующий раз «Алло, студия» мы скажем вам в следующий понедельник в 14 часов ровно, так что ждите, звоните и будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин